Опыт якутских педагогов внедрения программы по финансовой грамотности может стать всероссийской образовательной программой для школ страны. Что за урок финансовая грамотность и чему собираются учить подрастающее поколение, разбирался Дмитрий Тымыров. Учащиеся 4 класса 31 школы теперь не хуже взрослых разбираются в финансовых терминах и понятиях. Все это благодаря новой учебной программе, которая заработала здесь с 1 сентября. Лесной богач нанял двух зверят на работу, чтобы они посадили ему огород. Когда они закончили работу, он дал по 5 тысяч рублей каждому. Заяц пришел домой и положил деньги под матрас, чтобы никто не украл. А еж пошел в банк и открыл депозит по 20% годовых. И потом, как раз под Новый год, еж пошел в банк и забрал на 10% больше вложенной суммы. Новый предмет финансовая грамотность учащимся 4 класса пришелся по душе. Они активно принимают участие в построении урока, отвечают на вопросы педагога и охотно решают экономические задачи. Ну, нас учат, как правильно распределять деньги, как им правильно пользоваться и зачем они вообще нужны. Нам рассказывали на уроках то, что древние люди сначала обменивались какими-то вещами, но это было неудобно. Методическое пособие для ведения урока «Финансовая грамотность» для начальных классов полностью разработали учителя 31-й школы. Разнообразие заданий для детей обширно. Рабочая тетрадь состоит из четырех разделов. Тут у нас есть и задачи, и тесты, и загадки. И также есть история о нашей Якутии, о деньгах. У нас тетрадь составлена из четырех разделов. И в первом разделе говорится о деньгах, как они возникли, о товарных отношениях. Второе, как семейный бюджет. Третье, государственный. И четвертый раздел – это экономия денег. Данная образовательная программа создана благодаря совместной работе школы с филиалом Национального банка Российской Федерации в Якутске. Сегодня работники Республиканского отделения Нацбанка посетили школу и поздравили педагогов, разработавших методическое пособие. Предложили им участвовать в пилотном проекте банка для поддержки их в дальнейшей работе в этом направлении. Мы же призываем школы включиться в пилотный проект, добавить в свой учебный план, добавить уроки финансовой грамотности, взять на себя определенные обязательства по его соблюдению, этого учебного плана. Одновременно с этим получать обратную связь от Банка России. Ну, в первую очередь, это информационный обмен. Это получение максимально свежей, достоверной информации. В ближайшее время в планах школы расширить возможности своей образовательной программы. На сегодня по ней уже занимается около 300 школьников. Многие из них успели защитить свои финансовые проекты на различных научно-практических конференциях и даже занять призовые места. Мы ведем сейчас такую работу, как это лучше сделать в старших классах. Поэтому планируем, что с будущего года при наличии хороших условий, кадровых в том числе, мы развернем это как раздел учебного предмета общества знания. Действительно, обучать детей финансовой грамотности нужно с малых лет. Ведь уже сейчас некоторые банки оказывают услуги тем, кто только получил паспорт. Да и родители зачастую прибегают к помощи детей, просят их сходить со хлебом или продуктами в ближайший магазин. В будущем, благодаря таким урокам, у подрастающего поколения не должно возникнуть финансовых затруднений, и семейный бюджет будет в сохранности.